Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства в стране 25 лет. Ее выпускники это более 6 тысяч управленцев Петербурга и Ленинградской области, а СПБГУ один из ключевых игроков в этом проекте. Университет участвует в нем с самого запуска в лице высшей школы менеджмента. О результатах обучения управленцев за четверть века рассказали на стратегической сессии президентская программа требует будущего в СПБГУ. В общем, наши результаты в лучшую сторону отличаются от всех участников этого проекта, потому что нам доверяют из года в год, все 25 лет. Результаты обучения, которые получают выпускники программы, оцениваются как высокие, поэтому этот проект продолжается. Это практически заказ государства, а СПБГУ как ведущий вуз страны, учредителем которой выступает правительство, мы всегда берем на себя решение тех задач, которые нужны государству. Среди членов попечительского совета ВШМ Санкт-Петербургского университета – Роснефть, Норникель, Северсталь, Газпром, РЖД, ВТБ. Их сотрудники – потенциальные слушатели дополнительных программ, но и представители иных компаний вправе обучаться в СПБГУ. Основные требования к кандидатам – обладать общим стажем в пять лет, иметь управленческий опыт более двух лет. Активная работа по переподготовке началась с 2007 года, хотя университет в президентской программе – с 1997. Тогда возник спрос на социальную отдачу нашей деятельности, и мы создали программу, ориентированную на руководителей социальной сферы. Мы прошли отбор на право участия в президентской программе и реализовывали эту программу «Менеджмент в социальной сфере» в течение двух лет, до тех пор, пока Минэкономразвитие не оценило наш подход и не провело конкурс в масштабах всей страны на право реализации программ «Менеджмент здравоохранения» и «Менеджмент образования». Высшая школа менеджмента СПБГУ тогда выиграла право на реализацию дополнительной программы «Менеджмент в здравоохранении». Ее выпускниками с начала запуска стало уже 434 человека из разных регионов России – Липецкой, Ленинградской, Волгоградской, Архангельской и Московской областей, Алтайского края, Республики Карелия и других. Именно регионы выступают заказчиками на обучение своих управленцев, исполнители – российские вузы. Когда мы формируем команду, мы, конечно, ставим передние задачи. То есть наша цель – потратить наиболее эффективным способом бюджетные средства. Есть, не скрою, в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге задачи по реализации национальных проектов в сфере здравоохранения. И, конечно, направляя на обучение специалистов, мы им рекомендуем все-таки рассматривать наиболее острые проблемные моменты и в ходе обучения попытаться выработать механизмы, может быть, предложения по решению вот этих проблемных зон. В результате успешные проекты имеют шанс на получение поддержки на уровне губернатора Ленинградской области. Кроме того, в университете реализуется еще одна президентская программа на экономическом факультете – управление инновационным развитием и предпринимательством. За семь лет существования ее выпускниками стало более ста менеджеров и индивидуальных предпринимателей. Специфика нашей программы – она инновационная тематика. И те, кто приходят к нам учиться, они приходят с идеями инновационных проектов. Тематики бывают самые разные. Ну вот, например, в прошлом году это были тест-системы на COVID, экспресс-тест-системы. До этого это был выпускной проект, касающийся использования машинного обучения для анализа запасов лесозаготовок. В рамках стратегической сессии выпускники, преподаватели, представители компании обсудили предложения по модернизации президентской программы с учетом современных реалий. Предлагали провести конкурсный отбор университетов на право реализации программы, менеджмент в сфере образования, усилить ответственность региональных комиссий за эффективностью подготовки руководителей социальной сферы, сократить объем учебного плана почти на 50%, а также создать открытую единую базу проектов выпускников, чтобы потенциальные слушатели программ могли познакомиться с результатами обучения. Мне было бы интересно, чтобы она была в перевернутом немножко виде, чтобы сначала у меня были бы какие-то практические стажировочные вещи, я понял, как у других это работает, а потом мне объяснили, как этого добиться. Потому что, ну, со мной, конечно, большинство не согласится, скажет, что сначала надо понять теорию общей подхода, базу какую-то, а потом уже посмотреть, как она себя находит в практике. Но, честно, вот, зная по себе, дайте мне сначала инструмент, дайте мне отвертку-молоток, я побью-поковыряю, а потом как правильно. Вот до меня доходит проще так. В ходе проектов, наверное, не хватает, разработки проектов, не хватает консультаций экспертов. То есть, возможно, разрабатывается проект иногда, а там некоторые механизмы уже реализованы. Поэтому вот я тоже сегодня озвучила как предложение привлекать к президентской программе не просто преподавательский состав, но еще и действующих, работающих экспертов, в том числе и из числа государственных служащих. Предложения, выработанные в рамках стратегической сессии в Петербургском университете, будут представлены на итоговой конференции, которая пройдет в Москве 25 ноября. Мария Полухтина, Вячеслав Макаров, Максим Лего, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ. Редактор субтитров А.Семкин